Почему в данной машине за 4,5 миллиона потем, то есть до наценки всей этой, нету обогрева щеток? Добрый день! Сегодня снова у нас наш гость на Киа Махау. Сейчас у нас 10453. Снова замена масла, воздушный фильтр, топливный, не трогаем. У нас в прошлом видео были проблемы по охлаждающей жидкости, течь вот тут была. Заменили пробку расширительного бачка, вот она. Смотрите, дело как происходит. То есть я сейчас здесь все осматриваю, смотрю, что правильно, неправильно. Составляю список, человек едет потом к дилеру, и они ему исправляют по гарантии. У нас не закрывался капот, то есть его надо было прям долбить, а не сделали капот. Была фара вот так завалена вниз, правая, угол, тоже выровняли. Не совсем полностью, но более-менее нормально. То есть вот, я же говорю, по охлаждающей, по топливу там исправили. Появилась там новая проблема сзади. После последнего сильного дождя задний правый плафон стоп-сигнала начала затекать вода. Вот, тоже сейчас все это включим в список, и снова ехать к дилерам, и снова исправлять. То есть по гарантии менять задний фонарь. Старайтесь всегда продувать корпус воздушного фильтра. При этом никогда не забывайте закрывать датчик масса-расхода воздуха. То есть туда рукой закрыли с чем-нибудь и продуваем корпус. Мы продуваем перед открытием воздушного фильтра в избежание попадания всех этих нехороших частиц туда. Фильтр у нас новый. Здесь сверху я все визуально осмотрел весь двигатель. То есть все потеки, течи, то есть какие-то все хорошо. Больше ничего я не увидел, не нашел. Сейчас будем сливать масло и посмотрим снизу. Так, ну что, смотрите, снизу видно уже прям земелька. У клиента раньше была Kia Sorento BL. Видно, что где-то уже успел полазить. А защиты картера у нас не было в прошлый раз. То есть тоже поставил, когда был у дилеров. Там защита должна быть на раздатку. Тут все-таки так и не поставили на насос. Так, вот здесь, вот здесь. Что-то вот на баке есть какой-то след такой. Жирные пятна. Но они не могут быть с двигателя. Непонятно, откуда они взялись. На дороге, наверное, что-то было. Потому что даже вот на отвесе, на раздатке есть след. Нет, это... Нет, это не из двигателя. Где-то попало с дороги. Есть следы замятой защиты топливного бака. То есть прям залез хорошо в какую-то грязь. Мы узнаем, чем это закончилось. Вот тут кто-то уже подмял порожек. Непонятно, что это такое произошло. Чуть-чуть. Так, по карданному валу все хорошо. Чистенько. Все аккуратненько. Пыльнички. Датчик. Угла. Все на месте. Ну что, в целом все хорошо. Выглядит на свои 10 тысяч пробега. Пообщался с клиентом по поводу грязи. Знаете, как в этом анекдоте. Морда кислая, кислая. Говорит, ей... Вообще, говорит, никак. Грязь. Он сравнивает вот как раз с Kia Sorento BL. То есть с рестайлингом. Они там рестайлинг шли с 8 по 11 год. Ну пусть даже с 7 там шли они. И вот он ездил тоже рыбалка-охота. То есть тут фаркоп тоже сделал с прицепом ездить. То катер таскает. Ну и вот впечатление данного автомобиля, то есть по проходимости, не очень. Если на той можно было прям отлично носиться, то это не пошло. Коробка автоматическая. Здесь уже 8 ступка стоит. Вот первые, первые 6 ступки были прям очень хорошие и надежные. Потом на рестайлинг, получается, на Махаб стали стоять 8 ступки. И они посыпались и развалились. То есть очень много было жалоб на 8 ступки. Их меняли по гарантии. Много-много-много людей делали. Вот. И уже сейчас, вроде бы как по последней информации, что вот эта 8 ступка уже, то есть, доработана, доделана. В этом двигателе, когда у нас катридж масляного фильтра стоит сверху, открутили пробку, сейчас сливается. Теперь надо залезть наверх. Просто там стоит клапан. Мы сейчас открутим ее, и масло еще сольется. Потому что сразу открывать там тоже будет полное. Она не будет сливаться. Можно сделать как угодно. И откачать оттуда или что-то. Но лучше открутить пробку, потом открутить сверху, сменить. А потом уже здесь закрутимся. Вот я открутил, и потекло масло снизу. То есть, я только ослабил, и видим, что льется масло. То есть, если вам здесь, допустим, сольют масло, а потом сменят фильтр, это будет неправильно. Там останется очень много старого масла. То есть, вот сейчас мы все вытаскиваем здесь. Все меняем. А только лишь потом... Будем закручивать пробку. Потому что, смотрите, она прям очень-очень сильно льется, льется, льется и льется. То есть, там, не знаю, грамм 400-500 еще. Масло будет у нас тоже зеленое ДПФ для сазового фильтра. Но это уже обновленная версия ДПФ+. Фильтр не важно, как стоять. То есть, у него нету верхней и нижней части. Литульчиком не забываем смазывать кольцо во избежание того, что кольцо закусит. Берем чистенькую тряпочку, и там внутри на краях тоже есть некая-некая грязь. Оригинальный фильтр. То есть, кольцо настолько точно подобрано, что фильтр закручивается рукой. Не оригинальный. Прямо она не идет. Упирается, кольцо очень плотное. И приходится ключом закручивать. А тут свободно, то есть, закручивается без всяких проблем. Так, готово. Меняем шайбочку на слюнной пробке. И закручиваем. То есть, если она использовалась один раз, в принципе, можно ее ударить, и она отойдет. То есть, потому что, когда уже два-три раза используется, она разжимается, и высечить ее невозможно. У шайбы есть тоже одна плоская сторона, вторая сферическая. Вот, плоской к болту, сферической, к поддону. Что-то вроде в районе 8 литров здесь. С этим двигателем машина обслуживается мало. Не тысячу. Ну что, сделали очередное ТО по замене масла. Сделали дополнительный опять осмотр. Ничего, вроде бы, страшного такого не увидели. Вот по поводу с плафона, там, сзади у нас водичка попадает. А в целом, то есть, поспрашивали, то есть, клиента в городском режиме более чем устраивает. То есть, все прекрасно, все отлично. Но, выехав на природу, заехав в какую-то там небольшую грязь, он очень сильно расстроился. Я уточнил по поводу восьмиступной коробки, которая шла до этого, и очень многие сменили ее по гарантии. То есть, они сломались. Вот. И, якобы, со слов клиента, она бьет. Она бьет, пинает, то есть, он пробовал даже по снегу, то есть, что-то странное происходит. Поэтому сейчас задачу поставил ему все-таки прицепить прицеп. И если она, то есть, вот в эти первые, первые там 20-50 тысяч развалится, то, то есть, по гарантии заменить. А если нет, то нет уже. То есть, он будет. Потому что у него в планах использовать ее точно так же, как он использовал Kia Sorento BL. То есть, это охота, рыбалка, это бездорожье. То есть, это дороги, где нет дорог. Вот. Поэтому коробку он будет испытывать. 15 тысяч он будет обслуживаться уже у дилера. И после этого, то есть, после 15 тысяч, где-то примерно там в 20-20, 2,5, он снова будет у нас на осмотре. Ну все, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok